Меня всегда интересовались цвета, ландыши, поля цветов, васильков и все, что связано с цветами всегда. И, конечно, попутно фотографии, папа был фотографом, и это все наложилось, я думаю, потому что просто так не может быть ничего. Самое яркое воспоминание с детства, конечно, это было, когда папа проявлял пленку и печатал, нельзя было заходить в ванну. Естественно, конечно же, мы ловили тот момент, когда к нему нужно было зайти, именно когда нельзя было заходить, и это было самым таким интересным, захватывающим. Потом папа просто начал брать, и мы тихо сидели и смотрели, как появлялось изображение на фотобумаге. Это была магия. У меня всегда в моей жизни какие-то истории сподвигали меня на что-то. В 15 лет я пошла подработать в салон цветов, который был у маминой подруги. И когда я довозила цветы, это называется, когда заканчиваются новые, то у меня украли коробку с цветами. Это была огромная сумма для меня, у меня таких денег не было, мне пришлось отрабатывать ее. В течение года я отрабатывала эту сумму, и потом так незаметненько втянулась, а затем уже припавились амбиции, я захотелась выше, выше, выше. Я не нашла ничего лучшего, как попытаться устроиться новичку в лучший салон Москвы. Это были цветы нас рейтинги на тот момент, обслуживали правительство, и там и осталось, добилась того, что я входила в шестерку лучших флористов России. Ну, а затем встретила моего мужа, и у нас совершенно случайно при возвращении из Италии возникла идея родить не в России. Когда мы уже летели рожать второго ребенка, по счастливой случайности у нас был билет в один конец, потому что авиакомпания закрывалась, и мы могли только в одну сторону этой авиакомпании прилететь. У нас так и получилось, что у нас получился билет действительно в одну сторону. Через шесть месяцев нашей туристической жизни возникла идея остаться еще на шесть месяцев. И настолько понравилось, что мы решили податься уже на визу иммиграционную для того, чтобы здесь жить. Не было такого, что резко я окунулась в фотодело. Это вообще было совершенно, опять же, пришлось через другой инсайт. Это была кулинария. Я безумно влюбилась в муссовые десерты. Сейчас это повседневность. На тот момент, получается, пять лет назад это было очень-очень эксклюзивно. И так как десертов муссовых вкусных не продавалось, с натуральными сливками, с натуральными ингредиентами, я решила, почему бы не сделать самой. Я попробовала сама. Это был торт птичь и молоко. В него все влюбились и в шутку сказали, давай мы тебе заплатим, а ты нам сделаешь такой же тортик. Я такая, почему бы и нет? И начался такой микробизнес, скажем так, который позволял курсы оплачивать. Но, конечно же, никогда не бывает много. То есть я свой микробизнес начала превращать в макро, но не хватало фото, не хватало фотографий. И вот тут как раз был ключевой момент в том, что делая фотографии для тортов, я поняла, что фотографии мне гораздо интереснее, чем делать муссовый торт. Таким образом, постепенно, постепенно, постепенно получилось так, что заказов было больше, чем я могла. И тут уже началась работа именно коммерческого фотографа. То есть не мама, которая в декрете как-то пытается реализовать себя, а уже начался бизнес. В тот момент оказалось, что у меня беременность. Я, конечно, была этим безумно вдохновлена вдвойне. У меня была фото-выставка, у меня была беременность уже 10 недель. 11 недель, 12, и как раз 12 недель – это тот возраст малыша, когда уже мама выдыхает, говорит, ну все, все, все хорошо. И тут меня постигло полное разочарование. Малыш решил с нами не оставаться, беременность оказалась замершей. И мне было очень грустно, и мы очень ждали этого ребенка. Это четвертая была моя беременность. И мы планировали, как это все будет, как здорово. Я фотографирую малышей сама беременна, и тут вот постигло такое. Но я не закрылась. Я не закрылась, я не ушла вовнутрь себя, я наоборот раскрылась. То есть с помощью фотосессий. И почему я выбрала именно малышей? Они меня отогрели. Они согрели, они не дали мне уйти в какую-то депрессию, отречение от мира внешнего, да, как часто так бывает. Потому что, как правило, на большом строке, это считается большой срок, а мамы достаточно тяжело переживают такие утери. Мне очень помогали мои клиенты, потому что они верили в меня и поддерживали. И каждый говорил из них, какая я талантливая, как здорово. Это очень сильно придает силу. Очень сильно. Сейчас в данный момент именно в детской фотографии, точнее, новорожденного, фотографии новорожденного, я достигла, на мой взгляд, максимума. Потому что, ну, скажем, больше некуда реквизит вешать. Его слишком много стало. Я подумала, что, ну, я думаю, что на этом мы немножко притормозим. И плюс малыши вырастают, а мамы, которые фотографировали у меня малышей, возвращаются ко мне за фотографиями их самих. И тут возникла идея. Они совместить ли мой опыт с цветами и фотографии сделать это в коллаборации. И оказалась достаточно успешным. Это востребовано, это интересно, это красиво. И, конечно же, модели уже не только мамочки ко мне стали приходить, но и профессиональные модели, перформансом, которые занимаются, и очень многими такими интересными видами. Даже я бы не сказала, что это спорт, а это реализация мамочек. Потому что самое сложное в эмиграции, на мой взгляд, когда ты уехал в другую страну, ты никого не знаешь. У тебя здесь друзья только онлайн. То есть фактических друзей мало. Ты не можешь перевести с собой и семью, и друзей. Как правило, друзья остаются в городе, где ты родился. И реализация – это очень сложно. Потому что ты как будто… Ну, можно представить себе, что ты на другой планете. Потому что здесь другой менталитет, другие люди, другой язык. У меня язык был самой большой сложностью. Я себя до сих пор пора ощущаю русалочкой, которая пытается что-то сказать, но из-за незнания языка у меня, получается, наступает такой момент, что я попадаю в какие-то нелепые ситуации из-за этого. Но сейчас уже стабильно. Сейчас уже, даже несмотря на то, что клиенты мои понимают, что достаточно слабо говорю на языке, моя работа и уровень моих работ позволяют мне все равно доверять. И все равно заказывают у меня фотосессии, хотя достаточно сложно выйти именно на американский уровень. Для меня самое главное отличие Америки от России – это в том, что если ты очень много работаешь, если ты очень много вкладываешь в силу, в свое дело, неважно, чем ты занимаешься, столько же тебе идет отдача, точно такая же. Плюс, когда ты начинаешь работать с американцами, американцы, они очень теплые. Они очень-очень отдают свое тепло. То есть они никогда не напишут «да, спасибо». Есть такое, тоже бывает, но в основном большая часть они обязательно скажут «какой ты талантливый, какой ты молодец, как это здорово, что ты этим занимаешься и что у тебя это получается». Неважно, чем ты занимаешься, даже если ты просто придумал делать наклейки на стену, ну, самую, не знаю, любая твоя идея – карманный огнетушитель, любая твоя идея – все скажут, что здорово, ты такой молодец, так здорово, что ты начал этим заниматься. Вот эта поддержка, это тепло, которое тебе дают люди, ты понимаешь, что да, это нужно делать. Я стараюсь не жаловаться, потому что этот наш путь мы сами его осознанно выбрали. Это не было чем-то таким, что нас заставили сюда приехать или мы очень долго это ждали. У нас все легко было, достаточно, но тяжело в том, что нет поддержки семьи и друзей. И вот именно то, что я сразу сделала свое дело, свой бизнес, именно это тепло помогло мне реализовываться и не останавливаться. Я не одна. Многие думают, как вы все успеваете. Сюрприз в том, что 15 человек сейчас в данный момент работают со мной, и штат постоянно увеличивается. То есть раньше это был один человек, за два года это стало 15 человек, и я думаю, что штат увеличится еще больше. И, конечно, в команде будут суперпрофессионалы именно для того, чтобы уже делать массовые какие-то проекты, огромные, ну, например, обложки для книг или тизеры для фильмов. Именно, конечно, цель Голливуд. Как раз я понимаю, что это как раз дети подрастут, я смогу больше путешествовать, потому что у меня уже были предложения, у меня были предложения из Сан-Франциско, из около Голливудной среды, но я просто не могла поехать. Я не могла уехать, мне пришлось отказаться от этих предложений, но как раз через 10 лет я уверена, что предложений будет еще больше, и уже я буду работать на этих проектах.